Приветствую друзья! Мы собирались сделать видео о коронавирусе, но опоздали. Коронавирус уже в Беларуси. Поэтому мы предлагаем более короткий вариант. Пора задуматься. Говорить об источнике появления коронавируса сегодня нет смысла. А вот причина появления угрозы выгодна определенным элементам. Что мы знаем на сегодня? Вакцины нет. Передается разными способами. Период карантина увеличился с 2 до 27 дней и это не предел. Иммунитет к коронавирусу не вырабатывается и повторное заражение возможно. Самые уязвимые ворота проникновения дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Маски без очков не защищают от заражения. Смертность у пожилого населения самая высокая. Критической точкой распространения предполагалась Европа. И это произошло. Говорить о закрытии границ нет смысла. Речь могла быть и об изоляции государства, но только в том случае, если она находится на отдельно взятом острове. В отличие от Китая, где случаи заражения появились первыми, Европа, как и другие страны, не способна организовать все мероприятия по защите от коронавируса. К тому же Беларусь это проходная между Европой и Востоком. Это в Китае на строительство госпиталей ушло около недели, да и население само стало на защите своих населенных пунктов от приезда в них вообще любого человека. Мы не такие, и как строят у нас, мы знаем. Всему виной народный закон. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Крестьяне на селе уже шутят. Не жди лета. Покупай гроб. Правда, все маски в аптеках разобрали в конце января. Посмотрите на интерактивную карту распространения и обстановки по коронавирусу. Еще в начале января было ясно, что это мировая проблема. Но конец февраля усугубило обстановку. Если 27 февраля на странах СНГ точек не было, то 28 февраля, уже сегодня, они появились на территории Литвы и Беларуси. К этой компании также присоединилась и Эстония. А чего было ждать, если к нам китайцы едут как себе домой, хотя на самом деле бегут из заразника? Обращаемся к гражданам. Не подвергайте себя риску заражения. И если даже вы контактировали с потенциальными носителями и у вас нет симптомов, не подвергайте риску близких вам людей и окружающих. Обращаем ваше внимание. Данное видео не ставит цель создать конфликт с властями, но только информировать и попытаться защитить граждан страны. Проблему нужно решать вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok